Приветствую вас, друзья, на канале Даниила и Ларисы. Сегодня поделимся с вами рецептом чиабатты. Чиабатта это итальянский хлеб, белый итальянский хлеб, отличительные черты которого корочка хорошо зажаренная и вот очень-очень он пышный внутри. Такая у него неровная структура, как мочалка с большими дырочками. Ну вот, не знаю, как объяснить лучше, но в любом случае мы вам покажем, вы увидите. Собственно говоря, этот хлеб очень классно использовать и как отдельный, ну просто как еду и для бутерброда очень круто. Он делается с оливковым маслом, поэтому у него такой особый вкус. Ну и процесс приготовления занимает два дня. Ну, собственно говоря, как два дня? Мы сейчас замесим тесто, а завтра будем его выпекать. Для приготовления теста, кстати, на какое это количество булочек? Ну, это мы два таких средних хлебушка сделаем. Две булочки. И вот на приготовление двух чайбат нам понадобится два стакана муки, стакан воды, чайная ложка дрожжей и чайная ложка соли. Еще для теста нам понадобится оливковое масло, но не сегодня, друзья. Итак, в первую очередь приготовим тесто. Собственно говоря, сейчас все покажем. По тесту у нас специалист Лариса, поэтому я перехожу к камере, а Лариса переходит к тесту. Итак, друзья, приступим к приготовлению теста. Водичка у нас комнатной температуры. Нет, водичка у нас 36-37 градусов. А, 36-37 градусов, извините. Ошибся, тесто-то дрожжевое. Добавляем сольку. Хорошенько размешиваем. И посыпаем дрожжи на поверхность. Даем минуту постоять, чтобы дрожжи регидрировались, чтобы они напитались водой. Дрожжи регидрировались, то есть чуть-чуть промокли. Делаем это для того, чтобы они не взялись комочками. Хорошенько перемешиваем дрожжи с водичкой. И добавляем муку. Муку обязательно просеиваем. Делаем это не только для того, чтобы удалить из нее возможное попадание инородных предметов, но и для того, чтобы тесто было пушистое. Мука у нас пшеничная, высшего сорта. Также по классическому итальянскому рецепту есть два варианта. Есть вариант на дрожжах, есть вариант на пшеничной закваске. Мы не стали развозиться с пшеничной закваской. Вообще мне на закваске наверняка более полезные хлебопродукты, но мне все-таки дрожжевой хлеб нравится больше, чем на закваске. Перемешиваем муку с водичкой до какой-то определенной равномерной консистенции, чтобы можно было начать месить тесто. Нет, его не надо месить? Нет, его только перемешать хорошо. Оно у нас будет немножко жидковатое. То есть руками ты его вмешивать не будешь? Сегодня нет. Понял. Интересно. Вот чайбату ел, а как делают не видел. Но Лариса знает, что делает. Она меня балует иногда. А сегодня мы, дорогие друзья, решили побаловать вас этим замечательным рецептом. На самом деле, очень вкусные булочки получаются. Классический вкус Италии. Тесто у нас получается вот такое вот липкое, вязкое. Вот такое вот мы его затягиваем пленкой. Можем накрыть полотенечком, чем-нибудь. Мы накроем пленочкой и поставим в теплое место на 12-16 часов. То есть минимум 12 часов, чтобы оно простояло. То есть приготовили вот такую вот заготовочку для теста. Затянули пленкой. И в теплое место ставим где-то возле батарейки, если зима, как сейчас. Можно накрыть еще чистеньким полотенечком сверху, чтобы в нем температура равномерная была. И оставляем наше тесто подходить и кваситься на 12-16 часов, как сказала Лариса, друзья. И завтра с вами продолжим. Через 12 часов мы вернулись к нашему тесту для чиабатты. И вот посмотрите, друзья, какое волшебство произошло. Сейчас покажу его. Оно такое... Ну, во-первых, оно поднялось. Для меня непонятно, как оно поднялось. Потому что нету питательной... Ну, мука, конечно, является питательной средой для дрожжей. Но обычно мы привыкли к тому, что сахар основная питательная среда. И вот оно все такое пупырчистое. Пахнет очень вкусно. Кстати, пахнет немножко такой молодой брагой. Теперь это тесто надо вымесить. Чиабатта специфический хлеб. И готовится тоже специфический. Выкладываем наше тесто на досточку. Ну, выкладываем. Вываливаем. Вот, видите, какое оно внутри. Ух ты! Интересно, как еще ни разу такого теста не готовили. Ну, вернее, не снимали. Вся суть добиться вот очень сильной пористости внутри хлеба. Чтобы он был такой воздушный-воздушный. И теперь наша задача это тесто вымесить. Вымешивается оно очень интересно. То есть его... Может, и досточку надо было смазать? Ну, можно было, наверное. Ну, сильно тоже усердствовать с маслом не надо. Тут у него вымешивание такое очень образное. То есть его вот надо вот таким вот образом перекладывать с места на место. И, ну, вот, складывать в это время. То есть мы вымешиваем тесто вот таким вот хитрым способом. Предварительно смазав руки маслом. Просто Лариса его растягивает. И потом складывает. В разные стороны, да? Да, тесто должно стать такое более эластичное. Оно уже потом должно быть более податливое. То есть если изначально оно просто липкое и ему сложно придать форму, то после такого вымешивания оно уже будет... Ну, как-то проще с ним будет работать. И оно будет... Естественно, никакой муки, ничего мы сюда не добавляем. Об этом речи вообще не идет. Просто вот такими вот движениями, где-то минут 5, вымешиваем это тесто. Друзья, не будем занимать ваше время, а через 5 минут покажем вам результат. Итак, Лариса замешивала тесто 5 минут. И оно стало похоже на жвачку-прилипачку. Оно стало более такое вот гладенькое. То есть нет уже этих таких нитей, которые как разорванное тесто. А вот видите, вот оно такое глянцевое. Глянцевое. Оно мне напоминает этот лизун, знаешь, который бросаешь. Давай попробуем бросить на стену. Сползет или нет? Сползет, она у нас не гладкая, поэтому не столзет. Ну, на телевизор, к примеру. Ладно, друзья, теперь, извините, пожалуйста, мы снимаем серьезные вещи. Чиобата – это не шутки. Это на самом деле итальянский хлеб. Кстати, переводится с итальянского как туфелька. То есть хлебушек небольшой, он размером с башмачок. Сейчас Лариса помоет руки и продолжим манипуляцией с тестом. Теперь, друзья, берем контейнер пищевой. Смазываем его оливковым маслом. Смазываем обильно. Ну, где-то, наверное, ложку столовую, может, полторы. Что-то она у нас не прилипала, да? Ну, вообще, это уже и как бы придает каких-то вкусовых качеств. Ну, да, этот же хлеб, он с оливковым маслом считается, готовится. Не только... То есть это масло уже впитается в тесто и будет как-то там взаимодействовать с ним. Собираем наш лизун. Ой, извините, тесто. И выкладываем его в контейнер. И опять на 40-50 минут оставляем в теплом месте второй раз, чтобы наше тесто подошло. Вот таким вот образом перемещаем где-то возле батарейки и его ставим. Через 50 минут вернемся к вам, друзья. Через 40 минут, дорогие друзья, надо с нашим чаобатой произвести еще одну манипуляцию. Тесто надо сложить. Сейчас Лариса покажет, как. Да, оно у нас не сильно подходит, то есть оно пузырится. Вот если видно, то тут не видно. Видно, пузыри нормальные такие. То есть и сейчас мы его как бы не обмешиваем, но мы делаем вот такую вот манипуляцию. То есть складываем его вот так вот, вытягиваем. Так вот сложили. Теперь. Вот почему итальянцы такие замороченные. У нас замесил хлеб и все. А у них 100-500 манипуляций. Ну, поэтому итальянская кухня одна из лучших кухонь мира, наверное. Так надо повторить несколько раз. Ну, несколько это сколько? Сколько кругов ты сделаешь? Ну, раза четыре, шесть. То есть четыре полных круга, да? Ну, давай так. Три полных круга. У тебя четыре всего. А, то есть всего шесть раз складываешь? Да, всего шесть складываешь. Вот, понял. То есть теперь мы оставляем опять его на минут сорок. На сорок минут опять оставляем его, чтобы оно еще раз подходило. После этого уже будем выпекать или опять нет? Нет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, какие терпеливые люди, эти итальянцы. Ну что ж, друзья, наберемся терпения, потому что мы готовим вкусную чиабатту. Через сорок минут мы вернулись к нашему тесту. Возьмем муки. Насыпем на досточку. Вот, Лариса разгулялась. Ну, нам мобильно надо сыпать. Много, да? Много, да, потому что тесто у нас такое очень жиденькое. И теперь уже стараемся без помощи рук его аккуратненько... Ну, я думаю, что без помощи рук не получится. Ну, сейчас попробуем. Если не получится, будем помогать. Но нам желательно его не сильно. Лиза считает, что это возмутительно. Не-не, всё отрывается, Лариса. Действительно отрывается, смотри. Вот это да, фантастика. Конечно, волшебство с этим хлебом происходит. А ты его вот так вертикально подними. Чуть-чуть ещё. Опа, вот так, да. И... И теперь нам надо немножко его... Прямоугольничек. Стараемся его не сильно обминать. Так его растянем чуть-чуть. Сверху тоже присыпаем мукой, да? Ну, буквально чуть-чуть. Теперь мы его сворачиваем таким рулетиком. То есть, если излишки муки остаётся, мы её обтрушиваем. То есть, её сильно много тоже не нужно. Это, наверное, чайбата самый сложный хлеб в мире. Ну, зато вкусный должен быть. Ну да, он вкусный. Ага, сформировали такую колбасу длинную, да? Ну да, вот такую вот колбаску. Я сейчас чуть-чуть тут, чтобы присыпать. Переверну его на другой бочок. Таким вот образом. И дальше? И дальше оставляем буквально минут на 15. Чтобы оно вот так вот в этой колбасе просто на досточке полежало, да? Да. Прикрываем его полотенечком. В это время нам надо готовить уже противень и духовку, да? Ну, в принципе, да. То есть, сейчас мы можем подготовить... Нам нужно два противня. Для чего два? Значит, один для выпекания, а второй для того, чтобы туда водичку налить. Потому что нам нужен будет для приготовления пар. Ну или противень и сковородка. Ну или противень и сковородка, у кого что есть. И разогреваем духовочку до 220 градусов. Готовим, значит, противень с пергаментом для выпекания, да? Да. И либо второй противень, либо сковородку, которую можно поставить в духовку и налить туда воды. Да, второй противень мы просто пока ставим в духовку и разогреваем его вместе с духовкой. Потом просто нальем водички уже после того, как поставим чайбату. Все понятно. Ну что, друзья, такой хлеб. Надеюсь, что все эти старания будут... Результат будет стоить этих стараний через 15 минут вернемся. Пошло 15 минут. Друзья, открываем нашу чайбату. Вот такая она на вид. Разделим ее теперь на две булочки будем делить, да? Да, делим на две булочки, но именно не разрезаем, а именно разделяем. То есть я беру обратной стороной ножа. Если разделить, разрезать, то все испортится, да? Не, ну не то, чтобы испортиться, форма другая будет. Значит, тут главное, чтобы булочки имели форму чайбаты. Или в переводе с итальянского башмачок. И берем аккуратненько, помещаем нашу булочку на противень. Подформовываем ее, да? Ну да, немножко точно. Можно еще попробовать ее положить на обратную сторону. Она может быть, рисуночек будет более интересный. Сейчас мы попробуем одну так, одну так. Давай, точно. И в духовку отправим, да? Итак, дорогие друзья, духовка разогрета до 220 градусов. Ставим туда чайбату. И, как вы помните, мы поставили на нижнюю полку духовки противень. Он разогрелся. Вливаем в него стакан воды. И закрываем нашу духовку. Я включаю секундомер. Выпекаться чайбата будет где-то в районе 20-23 минут. Ну вот мы точно по секундомеру скажем о результате. И где-то на 12-й минуте мы вынимаем противень. Правильно? Да, где-то на 12-15 минут вынимаем. Ну, так, а на сколько мы будем вынимать? На 12 или на 15? Ну, все зависит от того, у кого какая духовка. Ну, я думаю, давайте через 10 минут попробуем. Хорошо. Значит, на 10-й минуте вынимаем противень с водой. И после этого уже доготавливаем чайбату до хрустящей корочки. Мы вам скажем точно, сколько по времени она будет готовиться. Температура в духовке 220 градусов. 25 минут прошло. Я засек время. И Лариса говорит, что чайбата готова. Ну, судя по всему, действительно готова, друзья. Сейчас посмотрим. Ну что ж, по внешнему виду настоящая чайбата. Ну и, собственно говоря, остается нам дождаться, пока она остынет, продегустировать и показать вам конечный результат. Рассказать о вкусе, показать разрез. Чего-то мне уже хочется ее попробовать. Перекладываем ее на решеточку. Да, для того, чтобы у нас хлеб снизу не раскисал, мы используем вот такую вот решетку от микроволновки, чтобы он равномерно остывал. Любой хлеб Лариса выкладывает на решеточку от микроволновки. Итак, друзья, я думаю, через полчаса, минут через 40 смело будем пробовать нашу чайбату. Наша чайбата остыла. И разрежем ее, друзья. Хрустящая корочка, все как положено. Отлично. Отлично. Сейчас покажу вам разрез хлебушка. Пахнет как великолепно просто. Вот, друзья, вот такой вот хлебушек вблизи получился. Настоящая чайбата. Такая вот с большими порами внутри, как видите. Ну, все как и должно быть. С хрустящей корочкой. Ну и, собственно говоря, сейчас его попробуем. Ну, очень красивый, очень ароматный на вкус. Хотя, я вот не понимаю, откуда берется такой вкусный запах у него, такой аромат, если здесь вообще ничего в этом хлебе нет. Что, друзья, попробуем? Хрустящая корочка. Очень мягенькая серединка. Ну, в принципе, воспроизвели в точности. Вот. Нет вообще сдобного вкуса, немного солоноватый вкус. Но это бутербродный хлеб. Ну, его с удовольствием можно и так. Я прошу прощения. Реально очень вкусный. Правда, сюда бы кусочек моцарелки, или полить его, или обмакнуть в оливковое масло, вообще будет изумительно. Друзья, поэтому, представляю вам классический итальянский хлеб, бутербродный или просто закусочный, чиабатта, что в переводе с итальянского означает туфелька. Ну, вот он такой формы, как туфелька. Башмачок. Башмачок, может быть, еще. Ну, башмачок с каблучком обычно. Чиабатта получилось. Получилось отлично. Пробуйте. Если у вас есть какие-то вопросы, задавайте их в комментариях. Естественно, чтобы не пропускать новые видео, подписывайтесь на наш канал, нажимайте колокольчик, ставьте пальцы вверх, а мы будем снимать для вас новые интересные рецепты. Всего доброго. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok